Здравствуйте, это Игорь Виттель и Парадокс с Игорем Виттелем. Сегодня у меня в студии Андрей Епифанцев, политолог, глава аналитического бюро Альте-Церте и султан Таганидзе, зампредседатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа. Мы сегодня будем говорить вовсе не об Алексея Навального, о котором мы будем говорить завтра, как мы и планируем. Я, честно говоря, думал, что приговор уж в худшем случае прозвучит в пятницу, точнее, оглашение, они закончат оглашать приговор, и о чем-то конкретно мы поговорим в пятницу. А нет, что-то пошло не так. Поэтому мы сегодня собирались, даже на самом деле на тему мы собирались говорить еще раньше, о пугачевских волнениях, но по ряду причин, связанных со здоровьем, мы перенесли это на сегодня. Но, тем не менее, с Андреем Епифанцевым, султан, с вашего позволения, все-таки пару слов о приговоре Навальному скажу, точнее, обсужу с Андреем. Андрей, вопрос закономерный, значит, практически, ну, я так на глаз, на голубом глазу скажу, 90% опрошенных людей, которые считают себя политологами, аналитиками и прочими бездельниками, говорили о том, что сегодня уж точно не скажут ничего, скорее всего, что власть будет тянуть до последнего, то есть до сентября, и вообще очень многие, включая, говорят, что сам Навальный, входя в зал, кому-то из журналистов сказал, что приговор, конечно, будет в худшем случае условный. По-моему, никто такого не думал, не гадал, никак не ожидал такого вот конца. На ваш взгляд, что произошло? Сложно сказать, что произошло. Я бы хотел сказать, почему вот так бывает, когда значительная часть политологов не может правильно, что ли, угадать, да, вот исход событий. Ну, во-первых, наверное, потому что они все-таки не чревовещатели, как таковы. Во-вторых, у нас есть одна небольшая проблема, то, что у нас экспертное сообщество в значительной степени отделено от людей, принимающих решения, да, и не то, что даже оно не входит в этот круг, да, а оно даже в значительной степени не может давать какие-то советы и не понимает вот логику, которой руководствуются власти. Из-за этого некая прогнозистика, которая, так сказать, происходит, да, она может быть... Ну, в определенной смысле гадалки, потому что они отдалены, да, и те люди, которых вот принято называть властью в значительной степени, почему они не хотят это слышать, потому что у них своя логика совершенная, и если слушать экспертов, эксперты будут говорить не то, что ты хочешь услышать. А есть какие-то прикормленные политологи, которые транслируют мнение власти? Ну, вот считай, там, допустим, Сергей Марков прикормленный властью политолога. Да, но он скорее политик под именем политолога. Но он транслирует то, что говорит власть, то, что считает власть? Да, несомненно, он транслирует 100% ту, так сказать, точку зрения, которая в том виде, как власть хотела бы ее озвучить. Такие люди есть, их там несколько, там Орлов, там еще кто-то и так далее. Да, и всегда их нужно слушать, нужно понимать, что это фасад, да, вот что за этим фасадом мы не знаем. Но вот то, что они говорят, это так, как власть хотела бы это, чтобы это выглядело. Ну вот у меня вчера в телеэфире Станислав Белковский сказал, Путин боится Навального. Он это говорит с такой убежденностью, что полное впечатление, что он заходит каждый день в кабинет Владимира Владимировича, а там сидит Путин и говорит, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Ну, вы понимаете, да, то ли это смешно, то ли действительно человек что-то знает. Ведь тому же Белковскому, да, приписывают, и посадку Ходорковского ему приписывали, да, и близость и к Березовскому, и наоборот, к власти. И в том числе его же и называют человеком, создавшим в свое время, раскрутившим Алексея Навального, использовавшего его в борьбе властных кланов. Я вот недавно никак не мог заменить слово властная элита, я ненавижу просто слово элита применительно к этим людям. В борьбе властных кланов. Круги, я всегда говорю круги. Властных кругов, хорошо. И вот кто-то из них сейчас, да, видимо, кто-то договаривался с Алексеем, с кем-то он не договорился. Кто-то из них сделал так, чтобы Алексей получил реальный срок. Кто, на ваш взгляд? Сложно сказать. Не хотел бы называть сейчас даже фамилии какие-то. Не хотел бы, если честно. Я просто не знаю, я могу точно так же гадать, как это делает Белковский. И, кстати, у человека, у политолога, у человека, пишущего о политике, должно быть право на некие домыслы, да, назовем? Пусть тогда называется политолог-фантаст. Пишут писатели-фантасты. Они же не называются писатели-реалисты. Знаете ли, фантасты? Политолог-фантаст. Это очень тонкий лед, потому что тогда мы и политиков наших тоже должны будем говорить, политики-фантасты. Знаете, посмотришь, там некие съезды, то же самое думаешь, фантастика, понимаете? Согласен. Но все-таки вернемся тогда к нашей теме. Итак, напомню пугачевские волнения, которые в дальнейшем развернулись уже в события не то трагические, не то анекдотические, когда речь уже пошла о том, что некие злые люди за неуплату долгов, злые кавказские люди, уж простите, Султан, буду называть так, как об этом говорили коллеги в СМИ, изнасиловали казака в Ставропольском крае. В общем, когда мы говорили, в том числе немного с Андреем, на эту тему, у Андрея была замечательная статья, которую я читал. Ситуация в стране тревожная, межнациональная рознь усиливается. Но, когда я задался вопросом, а что, собственно, происходит в Пугачевске? Ну, то есть, понятно, что подросток-чеченец, как говорят чеченец, по другим данным, дагестанец, скальпелем зарезал после совместного распития, насколько я понимаю, в баре то ли золотая бочка, то ли золотая кружка, скальпелем зарезал десантника. Фабула понятна, да? Но народ выходит на улицы, да? Почему выходил народ на улицы в Москве, мы в свое время помним Манежную и прочее, да? Убийство болельщиков кавказскими людьми, да? Людьми кавказской национальности, как это принято называть. Убивали болельщиков, потом этих людей выпускали. И после второго случая возмущенный народ вышел на улицы. Понятно. Почему вышел в Пугачеве? Не очень понятно, потому что там это, в общем, случай разве. Я стал разбираться, как выяснилось. Потом, значит, выяснилось, что причиной вот этого межнационального напряжения именно в Пугачеве, это то, что якобы чеченские компании скупали землю, народ был очень недоволен. И вот это вот стало последней каплей. Вопрос. На чем базируется, на ваш взгляд, сейчас межнациональная рознь в стране и есть ли она? Я считаю, ответ на этот вопрос настолько безобразно примитивен, что, ну, если честно, аж жутко становится от того, что мы слышим каждый день в СМИ, видим каждый день в СМИ, да, по телевизору. Я считаю, что народ подсадили на кавказскую информационную диету. Понимаете? Когда вскармливают только определенной информацией, где кавказец убил, кавказец застрелил, кавказец растерзал и теперь еще кавказец изнасиловал, да, как у нас показалось. Вот только что мы сидели, я открыл «Саратов сегодня» портал, и там убили ветерана и жену в Саратовской области, убили двухлетнего младенца, убили сторожа, забили топором. Ни об одном из этих инцидентов мы не слышим по телевидению и не видим, я понимаю. Именно об этом я и говорю, просто так народ не выходит. Из-за этого же не выходит народ, да? Да, из-за этого народ не выходит. Это значит, что существуют либо какие-то другие базовые причины, как в данном случае экономические, либо, либо существуют провокаторы, которые специально подливают масло в огонь. Я к этому и подводил. Вы считаете, что подливают провокаторы? Я к этому и подводил, безусловно, но народ уже на сегодняшний день готов. То есть провокаторы, если раньше была необходимость особых усилий каких-то, да, чтобы вывести народ, чтобы растиражировать это, чтобы поднять волнение, то на сегодняшний день с полоборота все готовы встать и пойти. Вы считаете, что в этом виноваты СМИ, а не реальное положение вещей? Вы считаете, что этнической преступности не существует? Я считаю, что этнической преступности, как в вопросе, допустим, Пугачева и так далее, не существует. Подождите, а давайте так, я не переформулирую вопрос, не этническая преступность, а этническая безнаказанность за преступления. Это те самые случаи, да, вот я много с этим сталкивался, да, с одной стороны я своими глазами вижу, что люди определенной национальности, да, в основном граждане России, жители Северного Кавказа, это либо Дагестан, либо Чечня, совершают преступления, достаточно громко, после чего по звонку откуда-то сверху их отпускают. Дозовите. Случаи с болельщиками, безусловно, случаи... 21 год получил черкесов, 8 лет получил парень из европейского... Помните, во-первых, он как-то неожиданно потом вышел по УДО, как мы вышли, оказался в Чечне. Подождите, случай, когда на Инстаграме, или это уже не европейский... Не-не-не... Сами перечисляйте. Давайте перечисляйте все случаи. Я про черкесова говорю, который застрелил Сверидова, да, соответственно, и так далее, и тому подобное. То есть на и жесточайшие сроки получают ребята кавказцы, которые совершили, и на сегодняшний день, к сожалению, политическая конъюнктура решает. Вот я вам даже приведу пример из вашего разговора, мы вернемся чуть-чуть обратно, на 5 минут буквально. Вы сидели и размышляли, что политологи не могли предсказать, дадут ли Навальному срок или не дадут. Это на сегодняшний день дают или не дают срок, решает политическая конъюнктура или судебная власть, не могу понять. Почему вы не пригласили юриста, и который мог бы в соответствии с законодательством оценить возможность? Султан, я крайне негативно отношусь к Навальному, но даже я не могу не заметить, что ни о какой судебной... Понимаете, я и к Дарковскому плохо отношусь. Ни о какой судебной, а какой-то вообще говорить о том, что было осуществлено правосудие, к сожалению, я бы сказал смешно, но хочется плакать. Естественно, то же самое мы экстраполируем на всех кавказцев. На сегодняшний день, к сожалению, во всех этих приговорах есть политическая конъюнктура, которая играет в данном случае определяющую роль. Вот как я лично считаю, да, это мое субъективное мнение в данном случае. Но я думаю, это мнение разделяет большинство, по крайней мере, кавказцев. После выпуска новостей продолжим на эту тему. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Напомню, меня в студии Андрей Епифанцев, Султан Таганидзе. Говорим о пугачевских волнениях. Андрей, слово вам. Султан произнес такую взволнованную эмоциональную речь. Спор начался. Ну, конечно же, я согласен с Султаном в том плане, что некий политический заказ, что ли, политическая составляющая в этой ситуации в отношении СМИ, в отношении политики, политика в нашей Кавказе существует. Если мы поднимаем именно эту тему насчет того, что сажают или не сажают, то на самом деле можно немножко пойти в глубже и говорить о том, что если понимают, что не будет общественного резонанса, то не сажают. Не сажают. Все эти случаи, которые вы сейчас привели, по сути дела, и со Сверидовым, и с Европейским, и так далее, это были как раз те случаи, когда действительно получил очень мощный резонанс. И власти, так сказать, хоть, я говорю, не нравится вам это слово, но теми власти, так сказать, они боялись, что будет еще хуже. Андрей, а тогда я вступлю за Султаном. Простите, приведите примеры тогда, когда до этого отпускали. Пожалуйста. На память я не помню. Пугачев, о чем говорить? Пугачев, понимаете, вот сейчас, когда начали разбираться там, да, там заново открыли 8 дел, 8 дел, которые закрыли до этого местные, так сказать, полицейские, закрыли против чеченцев. 8 дел. Понимаете, и если мы говорим о том, почему народ восстал в Пугачеве, да, то восстал не из-за убийства. Кажется ли вам, что эти 8 дел на сегодняшний день в попыхах были открыты, для того, чтобы показатели увеличить, что нет, мы все-таки... Нет, они в попыхах были закрыты, а теперь в попыхах открыты. Одно другому Султану не противоречит. Не противоречит, вероятнее всего. Конечно, я не говорю, что все кавказцы, и в том числе те кавказцы, которые живут в Пугачеве, все белые и пушистые. Я говорю, должна быть соразмерность. То есть, да, есть случай коррупции, но это в данном случае не проявление того, что диаспоры вмешиваются в дела, диаспоры делают так... Подождите, 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 Султан, вот сейчас без обид, давайте сейчас я передяю за Андрею. Андрей, простите, что я перебиваю, просто хочу картинку написать. Мы прекрасно понимаем, да, что в Советском Союзе огромное количество криминального мира, это были этнические криминальные группировки, в основном грузинские воры в законе. В основном, да. Грузинский вор закон, тут мы согласны, да? Конечно. Безусловно, это влияние, значит, переходный период от Советского к Российскому, конец 80-х, начало 90-х, это засилие этнических, да? Ну, потому что были, естественно, и славянские банды, и неславянские банды, но в основном кем пугали? Пугали чеченцами, потому что это был жесточайший беспредел, правда? А это никуда не делось, да? А сейчас мы, кстати, видим, к сожалению, страшный возврат 90-х, потому что, вот если отъехать 100 километров от Москвы, вдруг, неожиданно, откуда ни возьмись, те же типажи начинают бомбить ларешников. Это не смешно. Вот, а экономить в Дагестан полнейшая безработица, беспредел, коррумпированность, молодежи деваться некуда. Молодежь идет либо в лесные, либо в бандиты, правильно? Ну, редчайший случай, когда люди, они попадают в руки своих этнических группировок, а больше зарабатывать нечем. В тех, кто в свое время перебрался по Волжье, в Астрахани очень много, существует это, существует. Ну, вы знаете, я почему говорю, что этнические группировки, это такое размытое понятие, вот, допустим, для дагестанцев, что значит этническая группировка? Нет, ну там же, может, ребят, Саварская, или Неаварская, или Ногайская, или Даргинская. Зачастую, если говорить, да, по этническому признаку дагестанцев, дагестанцы по территориальному, мы дагестанцы. Вот в их случае, допустим, это дагестанцы, это этническая группировка, или это группировка, которая собралась по территории? Нет, в том-то и дело, разница в том, я подвожу к тому, что в любой группировке, вот вы говорите грузинские воры, что под грузинскими ворами были все грузины, только грузины. Нет. Но дело в том, что грузинские воры... Одну секундочку. Грузинские группировки, и не мне это вам рассказывать, очень сильно отличаются от группировок, скажем так, северокавказской ориентированных. Другие взаимоотношения внутри коллектива, большая клановость, ну и не будем списывать со счетов религиозные определенные моменты. Есть. Есть, да? А семейственности больше. Грузины все-таки такими огромными кланами не живут, тейпами не живут. Вот семейственность при перетягивании, когда люди переезжали от Чечни от беспредела, опять-таки, бежали от беспредела, от безработицы, бежали... От войны. И от войны в том числе. Про войну можем отдельно говорить. В европейскую часть России. И тянули это за собой. И опять оказываясь в противостоянии. Вы поймите, то, что вы говорите, никак не противоречит тому, что я и Андрей. Напряженность есть, а, к сожалению, в России всегда найдется враг. Но если этот враг еще дает повод... Знаете, сейчас я вам приведу пример совсем из другой ситуации. Проститься мне. У Дмитрия Астрахана, который, в общем, считается таким попсовым режиссером, был великий фильм, который практически никто не видел. Назывался он «Изада в ад». Про погромы в Польше после войны. Да, еврейский. Тяжелейший, страшнейший фильм. Так вот, погром там начинается с того, что евреи начинают на базаре барыжить, присланные им консервами гуманитарной помощи. Понимаете, никогда вот просто так погром не начинается. С чего-то, с чего-то он начинается. И если есть эта искра, не кавказцы виноваты. Я свято верю, что среди дагестанцев такое же количество порядочных людей, как среди русских или как среди евреев. И процент подонков всегда одинаков. Есть некие местные обычаи, да. Но ситуация в стране, национальная политика в стране привела к тому, что сейчас мы с вами не должны спорить. Мы с вами должны вместе думать и решать. Как бы завтра, понимаете, я очень плохо отношусь к Саакашвиле. Но когда началось то, что происходило в Москве с грузинами, я по радио извинялся перед своими грузинскими друзьями и их детей. Я понимаю, к чему вы видите. Нас травливают. Нас травливают. Да, но, допустим, Саакашвили, что примечательно, да, он избавил Грузию от коррупции. В том числе и провократительным образом. Бред, бред. Андрей, да давайте тебе, можно я Андрею слово отдам, а то я тут монолог. Я отключился. Не, не, вы не отключились, вы на месте. Вы слышите меня? Да, я вас слышу прекрасно. Да, Саакашвили абсолютно не избавил Грузии от коррупции. Коррупция поднялась в верхний эшелон и стала, может быть, даже еще хуже для, в частности, для экономики. Понимаете, когда полицейский берет, там, не знаю, 50 рублей взятку, это совершенно не то. Когда министр, так сказать, специально отменяет антимонопольный законодатель, что только для того, чтобы, контролируя им, компания могла быть одна на этом рынке. Вот для экономики это губительно, это всегда ведет к загниванию. А в Российской Федерации таких примеров нет, наверное, да? Есть, конечно. Есть, конечно. Естественно, и много, но мы об этом сейчас не говорим. Но у нас, кстати, есть антимонопольное законодательство, и комитеты, мы, слава богу, не пошли по этому пути. Вот еще раз, в чем принципиальная разница, султан, на мой взгляд, между тем, что вы сейчас перечислили этих преступлений в Саратовской области, и тем, что было в Пугачеве, да? Вот там народ вышел не из-за того, что убили этого парня, 20-летнего Маржанова, не из-за этого, это просто было последней каплей, да? Народ вышел из-за того, что чеченцы местные, да, и совсем не четыре семьи, да, которые там говорили, чеченцы, которые там тысяча человек жила в соседнем... Да, это в городе живет, да, но тысяча человек зарегистрированы в соседнем селе, там, Анинверх или как-то, да, и еще там порядка 17 тысяч живут без регистрации, да? Вот эти чеченцы, по факту, установили собственную власть, да, что говорили люди, если послушать, то есть они полностью вышли, как бы, поднялись над законом, условно, да? Человек говорит, я не могу пойти на рынок, я должна платить, так сказать, большой вход, да, чеченцы проходят бесплатно, я не могу, так сказать, установить... Можно одно слово только, давайте не будем забывать, что чеченцы это делали вместе с местной милицией, и в данном случае, в данном случае, русскими милиционерами, это отличается от Москвы, я еще на секундочку перебью, да, где пройдешь, вот там, есть определенные УВД, там, типа, восточного округа, не буду называть какие, заходишь, ты не видишь ни одной русской фамилии на табличке, это бизнес определенных этнических группировок, правда, не северокавказских. Да. Абсолютно, абсолютно, и не только школа МВД, вот так вот, люди протестовали не против того, что, вернее, и против этого тоже, но в основном, то, что против того, что, значит, вот люди пришли, условно говоря, да, пришли, установили свои обычаи, да, свои порядки, в котором местные жители оказались... Они стали доминировать над местными жителями, понимаете, конечно же, огромная роль в этом есть и администрации, и милиции. Понимаете, почему делает это администрация милиция? По двум причинам. Первое, потому что, так сказать, они хотят, чтобы все выглядело тишь да гладь да божья благодать, а если ты тронешь, так сказать, представителя диаспоры, ты в ответ получишь многое чего, да, из-за сплоченности и так далее. И, во-вторых, конечно же, наверняка есть элемент коррумпированности. Пару дней назад была прекрасная статья... Финансовая в потоке больше, простите, опять вмешаюсь, потому что, в основном, народ более бедный, коренной народ, чем те типы, которые приходят. Плюс, давайте, Султан, не будем спорить с тем, что... Я, можно секундочку, давайте с форматом определимся. Я, насколько я понимаю, один высказался, потом... Хорошо, да, но Андрей, я просто, Андрей, перебил, Андрей, да. Я молчу, потому что, как бы, вот такой формат. И, я закончу сейчас. И второе, это им удобнее, действительно, коррупция, действительно, финансовые потоки. Получается так, что люди, которые приезжают из Чечни, не зарабатывающие, Чечни, которая сидит практически полностью на российском бюджете, у них больше есть денег в кармане, да. И в результате, так сказать, еще очень важный, опять же, элемент, да, то, что власть у нас не избирается, понимаете, не избирается. Так сказать, у нас люди не избираются, руководители власти, и не контролируются людьми, и не отчитываются. Соответственно, человек, которого ставят на должность главы города, да, он отчитывается перед властью, а не перед народом. Если бы это было перед народом, народ бы выбрал такого человека, который бы пообещал, я прекращу этот беспредел, да, этническую преступность, прекращу, понимаете. Вот. Поставил бы такого же начальника милиции, который бы навел там свои порядки, а сейчас этого нет. Сейчас главное скрыть это, но в любом случае, сейчас, в нынешних условиях, да, перемен каких-то, в том плане, что будет выборность или что-то реальная выборность, я лично не вижу. И народ уже устал. Он не видит возможность того, что власть может решить эту проблему. И, естественно, идет на улицу. Вот. И совсем, чтобы закончить, мы долго, как бы, говорим, у нас часто говорят, что бытовое это или не бытовое, понимаете. Да, наверное, бытовое. Вот все те причины, которые, все те случаи, которые вы привели, так сказать, т.с. Султан, это были бытовые. Но у нас, помните, восстание на броненосце Потемкин началось из-за того, что... Капуста гнилая была. Да, гнилое мясо, так сказать, понимаете. Это бытовая проблема. Но, извините, коренные причины, они лежали гораздо глубже. Так и здесь. Вот, конечно же, это межнациональный конфликт, который происходит из-за бытовой искры. Но, опять же, в основе этого конфликта лежит даже не то, что чистая межнациональная рознь, а лежат вот те причины, которые так неправильная межнациональная политика, которая привела к тому, что сейчас мы в огромной степени с некоторыми кавказскими национальностями. С частью этих национальностей уже не комплементарны. Нам сложно жить вместе. Я закончил. Спасибо большое. Я частично с вами согласен, конечно же. Безусловно, есть глубинные вопросы, которые... Куда надо было просто подлить? Это был огонь. Куда надо было подлить? Кому надо было? Я так не понимаю. Кому надо было подлить солдат? Кто бенефициар? Вы не видите... Я не могу назвать фамилии. Нет, ну хотя бы примерно описать. Люди, которым выгодно то-то и то-то. Люди, которым... Допустим, я вам сейчас чуть-чуть глубже посмотрю. В марте месяце... Откуда появились чеченцы в Саратовской области? В Саратовской области официально 5,5 тысяч чеченцев проживает. Официально. Эти 5,5 тысяч, львиная доля из них была переселена беженцами во время чеченской кампании. Саратовская область, первый регион, который открыл свои ворота, двери и впустил беженцев на свою территорию в данном случае. И, вероятнее всего, говорить местные или не местные в отношении этих чеченцев тоже неправильно. Эти чеченцы десятилетиями уже там живут, и некоторые там родились и тоже считают себя местными. Соответственно... А русскими они себя считают или россиянами они себя считают? Давайте так поставим вопрос. Это, наверное, надо у каждого из них спросить. Нет, ну как вам кажется? Русскими они вряд ли себя считают. Россиянами я более чем уверен, что большинство из них считает себя россиянами. То, по каким правилам живет общество, да, или, скажем так, определенные его слои, зависит от того, насколько коррумпирована на сегодняшний день власть и правоохранительность. Я согласен. Через минуту вернемся в историю. Ну что ж, возвращаемся к нашему жаркому спору. Напомню телефон в студии 6510-996, код города 495. Звоните, если хотите присоединиться к нашему спору. Андрей Епифанцев, у меня в студии Султан Таганидзе, как раз, простите, что прервал. Я продолжу. Так вот, то, по каким правилам живет общество или определенные его слои, да, зависит от того, насколько коррумпирована власть и, в частности, правоохранительные структуры. В данном случае это был показательный момент, в том числе в Пугачеве. Берут, и я бы здесь, да, я частично согласен, как я уже говорил с Андреем, потому что берут, да, русские, и вы как это сказали, потому что в большинстве своем представители правоохранительных органов это русские, и кавказцы в данном случае дают, но дают все, точно так же дают все. Да, конечно, есть понятие... Андрей правильно сказал, у кавказцев денег больше, потому что из Чечни сейчас идут серьезные финансовые потоки, которые идут благодаря коррумпированной чеченской верхушке, переходят по национальному признаку, оказывается, денег больше. Я из раза в раз, я из раза в раз говорю об этом, я, наверное, уже, как бы, да, там, кто прослеживает так или иначе мои эфиры, наверное, я уже приелся с этим, но я опять же поясню. Чечню в свое время стерли с лица земли, да, и ее надо строить, и туда действительно идут огромные финансовые потоки, но эти потоки должны идти туда для того, чтобы восстановить город. Правда? Да. Подождите, Султан, они должны идти на вот эти вот машины, на которых ездит Рамзан Ахматович, на эту бесчисленную охрану, на эти бесчисленные роскоши, извините, пожалуйста, на приемы для Жерара Депардье, это идет на восстановление для народа Чечни? Вы уж извините, но до этого чеченцы... Я не говорю, что это компенсация, да, за то, что это было. А компенсация русским, которых вырезали в Чечне, она где? Вырезали в Чечне, а разве там воевали только русские? Нет, извините, пожалуйста, с чего? Давайте тогда сделаем шаг назад. Это был исключительно между русскими и чеченцами? Нет, безусловно. Нет же военный конфликт, поэтому давайте здесь не педалировать на национальной принадлежности военнослужащих в частности. Я не про военнослужащих сейчас говорю, я говорю про тех русских, которые там жили. Нет, это неправда. Это неправда. Жили русские бок о бок с чеченцами, которые последнюю булку хлеба делили друг с другом. И есть русские, которые пережили всю чеченскую кампанию на территории Чеченской республики. Есть и такие. А еще раньше, до этой войны, в 43-44 году, часть народов Северного Кавказа были выселены с Кавказа на 14 лет и вымирали там. Согласен. А как это отменяет одно другое, Султан? Как это отменяет одно другое? Я говорю к тому, что народ должен восстановиться. На сегодняшний день, безусловно, есть большие финансовые потоки. Но, кроме того, есть инвестиции от бизнесменов. Мы это все видим. Подождите, Султан, вы только что сказали, что в 80-х в Чечне не резали русских. Не было такого. Не было геноцида. Геноцида не было. Резали, но геноцида не было. Вы говорите, народ бок о бок жили. А давайте вспомним с вами в то же время, 89-й год, 90-й год, Баку, Черный вторник, помните? Да? Люди, армяне и азербайджанцы, жившие всю жизнь, бок о бок друг с другом, не убивали друг друга в Нагорном Карабахе. Азербайджанцы не вырезали все армянское Баку. Не было такого. Были у них взаимные, взаимная агрессия в данном случае, я не могу сказать, за Азербайджан или за армян, да, в данном случае была взаимная агрессия, но относительно Чеченской республики в данном случае, я не могу сказать, что против всех русских были предприняты какие-то там геноциды, которые можно назвать геноцидом, да? Хорошо. Значит, убираем слово геноцид, не будем спорить, но резали русские. Вероятно, были какие-то конфликты. А где компенсация русским-то, которые там жили? Что значит, где компенсация? Вы не сравниваете военные действия, пожалуйста, с какими-то отдельными случаями? Безусловно, были отдельные отморозки. 360 тысяч таких случаев. 360 тысяч русских вырезали? Изгнанных. Это на какие вы? Изгнанных или вырезанных? Изгнанных из Чечни. Вы уж, конечно, извините, но русские живут по сей день и в Чеченской республике, и во всех остальных. Сколько жило до войны, сколько живет сейчас? Сейчас русские не могут жить по одной простой причине. Ни в Чеченской республике, ни в Карачаево-Черкесии, ни в любом другом регионе, потому что нет ни промышленности, ни производства, ни фабрик, ни заводов, на которых... Но черкесы живут, карачаевцы живут, чеченцы живут. И черкесы, и карачаевцы, и я тому пример, выезжают из своего региона. Потому что нужно достойное образование, которое нужно и русскому народу. Потому что нужна достойная работа, потому что на сегодняшний день человек простолюдин, не конкурентоспособен в субъектах Северокавказского федерального округа. И нет экономической и социальной базы. Из-за этого уезжают русские. Только из-за этого. Антагонизма не было. То есть уезжают исключительно продолжают. Сейчас, возможно, по экономическим причинам. Султан утверждает, что исторически... Давайте возьмем 80-е и 90-е годы. Не будем сейчас спорить с переселением народа Кавказа, которое безусловно имело место. А в 80-е и 90-е годы русские уезжали по экономическим причинам? Ну, если мы говорим о Чечне, то, конечно же, 360 тысяч, хотим мы или не хотим, было выселено. Многие остались. Многие там тысячи были убиты. В мирные жители, я сейчас имею в виду, рабство. И все на свете это все было. И не надо закрывать глаза на это. Да, я когда в апреле месяце был в Чечне, да, так сказать, интересно, я зашел в церковь Михаила Архангела в Чечне. Прекрасно отреставрирована церковь. Я был один. Я был просто один. Понимаете? Я зашел, там церковь была закрыта. Я спросил у служителя, он говорит, да, вот, возьми ключик на гвоздик. И я зашел в церковь, помолился. Закрыл ключик, а мы ушел. Можно представить себе такую ситуацию, так сказать, в другую часть России? Вы меня, конечно, извините. Вы, когда заходите в церковь в Москве, вы бываете в окружении толпы людей? Ну, да. Один я не бываю. Церковь открыта всегда. Но дело даже не в этом. Посмотрите, вот в Чечне одна из вещей, которая бросается в глаза, там практически нет рекламы. На улицах, просто на банах. Вот ты приезжаешь, нет рекламы. По сравнению с Москвой странно. А потом ты начинаешь понимать, там нет бизнеса. Там с кем не поговоришь, понимаете? Все работают, как они придумали, там каких-то комиссий, департаментов и так далее. Все сидят на госбюджете. Понимаете, бизнеса практически нет. Эта республика содержится полностью на бюджете. И вот даже то, что они сидят в этих комиссиях, это некая скрытая форма бюджета. Той, которую мы даже еще не входят вот в эти вот вещи, да? И опять же, я не против, да? Чечню действительно нужно отстаивать, отстраивать, нет вопроса. Да, но откуда вот этот парк машин Ромзана Кадырова? Откуда эти его конюшни, которые со скакунами чистокровными? Ромзана Кадыровича, я думаю, он вам даст? Ну, он не говорит, понимаете? Он об этом не говорит и так далее. Я лично не хочу. Я не хочу, чтобы... Вот вы спорите? А между прочим, у нас с вами один и тот же враг. Это же враг коррупции. Да. Это не враг русский и черкесу, да? Давайте мы поймем, что враг у нас один. Это люди, которые нас стравливают, и это коррупция среди этих людей. Отсутствие экономики в Черкесии, отсутствие экономики в Чечне, отсутствие экономики в Саратовской области. Люди, которые не готовы развивать экономику, занимаются воровством, это наши с вами враги, а не национальный вопрос. И жонглируют национальным вопросом в данном случае. Безусловно. Я с вами 100% согласен. 100%. Но когда начинают выхватывать отдельно взятые случаи... Вы знаете, на самом деле, вот я вчера как раз встречался, мы за чашечкой чая, кофе, вот когда разговлялись, общались с друзьями своими, они там кто-то госчиновники и так далее, там есть люди с приличным образованием, мы общались. На самом деле, на сегодняшний день есть заинтересованность в том, чтобы тот же Дагестан, он был зависим от России, да, от центральной России, от федеральной власти, ну, у нас федеративное устройство, потому что в Дагестане 17 гидроэлектростанций, в Дагестане газ, в Дагестане выход к морю, в Дагестане рядом Азербайджан. И если Дагестан... В Дагестане нефть еще. Дагестан, если встанет на правильные рельсы своего развития, да, регионального развития, то в таком случае встанет вопрос, зачем нам Россия? Значит, это правильные рельсы, по-моему. Нет, я имею в виду правильные рельсы развития Дагестана, а не то, что станет вопрос этот. То может стать вопрос, зачем нам Россия? То есть я хочу сказать только один этот момент, обозначить, что каждый из субъектов Северо-Кавказского федерального округа может находиться на самообеспечении и не быть дотационным регионом. Бред. Может. Нет, не бред. Чечня самостоятельно не может, Дагестан сейчас самостоятельно не может. В Дагестане я уже обозначил. Подождите, подождите, давайте посмотрим тогда, во-первых, про... Я говорю в перспективе, я не говорю завтра вот так взять и сказать, мы можем вливаться в федеральный... А может мы сейчас тогда зададим вопрос, условный, прошу не считать это подходящим под статью 282, условный вопрос давайте тогда зададим, а зачем нам сейчас Чечня, зачем нам Черкесия, зачем нам все регионы, которые мы датируем? Вы извините, кто датирует? Федеральный центр. Федеральный центр, федерация подразумевает и Чечню, и Дагестан, и Карачаево-Черкесию. Правильно, и мы сейчас тогда не имеем спрашивать, пока у вас плохо, мы не имеем права спрашивать, куда идут наши деньги, а когда у вас, возможно, станет хорошо... Нет понятия ваши деньги. Эти деньги наши. Вы только что сами, подождите, Султан, вы сами только что сказали, что тогда у нас могут возникнуть вопросы, если у нас будет хорошо. Нет, вы меня неправильно поняли. Я имею в виду, что мы можем вливаться в центр, да, мы можем вливаться официально и сидеть на самообеспечении без дотаций, и без этих князьков на местах, которые ждут, пока оттуда пару миллиончиков придут, раздербанят... Нормально. Я не знаю, откуда у Рамзана Ахмадовича лошади ровно через секунду этих князьков на местах. Подождите, князьков в данном случае их масса во всех регионах, во всех регионах. Согласен, абсолютно с вами согласен. Султан, микрофон поправьте, пожалуйста, чуть ближе. Чеченская республика — это особый регион, особый регион в данном случае, да, послевоенный. Вот, и процессы, которые происходят в Чеченской республике, нельзя истраполировать на все остальные регионы Северо-Кавказского федерального округа, потому что там свои процессы проистекают. Дагестан отличен от Карачаева-Черкесии, Карачаева-Черкесия отлично от Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкария, в свою очередь, отлично от Осетии и взаимоотношений, которые происходят между осетинами и ингушами. Этот Кавказ многогранен и разношерст. Но при всем при этом, да, мы можем сказать, что действительно коррупция играет определяющую роль в том беспределе, который происходит. Но Кавказ может работать на центр здраво, и то, что происходит сегодня на Кавказе, это отражение интересов тоже некоторых властных кругов или элит. Андрей, вмешайтесь, пожалуйста. Да, Султан, это хорошо, что вы сейчас говорите по поводу того, что деньги это наши и так далее. Это правда, да, хотелось бы думать, что мы федерация, и деньги это наши, общие и так далее. Но тогда давайте мы говорим о том, что и спрашивать тогда нужно по-нашему. Когда дело уходит после денег, заходит за вопрос денег, то сразу начинается, извините, это наши местные особенности, да, извините, а это наша вера, и мы хотим жить, так сказать, вот у нас 50%, или сколько сейчас в Дагестане, так сказать, это уже ваххабиты, понимаете, салафиты, понимаете, это вот их вера и так далее. Понимаете, и не надо вмешиваться, у нас есть свой национальный колорит, да, а когда еще эти люди, там не люди, а часть этих, часть молодежи приезжает сюда и начинает устанавливать не наши общие, да, на наши общие деньги, да, которые собирают люди с моих налогов, вот с Игоря налогов, с ваших налогов, да, но они приезжают сюда и начинают устанавливать их порядки, а не наши общие порядки, вот против этого у нас возмущается общество. Их порядки. Вы хотите сказать, беспредел на улицах Москвы это порядки Дагестана? Это беспредел, который творит кавказская молодежь? Это порядки кавказцев? Это порядки, которые они приносят сюда. Там у себя они не могли бы установить эту порядку. Как они могут приносить, если они там, не, подождите, как они могут приносить то, чего нет у них? Если у них там этого нет, как они могут это принести в Москву? Потому что... Это беспредел, это человеческий беспредел. Это разложение, в данном случае, молодежи, да, культурное разложение молодежи. Позвольте я скажу, позвольте я скажу, если можно, все-таки я вас не перебивал. Вот здесь интересную, правильно, интересную вещь затронули, да? Когда вот эти вот пять парней, которые убили Свидидова, дагестанцы, да, черкесового посадили, а пять парней убежали в Дагестан. Их потом взяли и привезли, да, сюда. И вот журналист после этого поехал, так сказать, в Дагестан, начал спрашивать у знакомых и родственников этих друзей, а каким он парнем был, да? И все говорят, прекрасные люди, да прекрасные ребята, мальчики прекрасные. И вот здесь у русского человека, который никогда не был на Кавказе, начинается просто заворот мозгов. Он понимает, почему там-то они прекрасные, а когда приезжают сюда, они становятся мерзавцами и негодяями. Я подчеркиваю это слово, мерзавцами и негодяями. Потому что иначе вот этих людей похарактеризовать нельзя, да, именно потому они такими становятся, что там они это делать не могут. Они приезжают сюда с чувством собственного, так сказать, превосходства, с чувством исторической обиды, с чувством полной безнаказанности, что им ничего за это не будет. И они начинают творить беспредел. И этот беспредел творят во многом именно они. Вот сейчас недавно осудили парня Бурята, да, за то, что вот 8 человек, 8 парней, 6, извиняюсь, парней, которые приехали из Дагестана, как вы говорите, без этих чувств, они напали на него в переходе возле метро Киевской, да? Буквально через минуту вернемся. Ну что, возвращаемся к нашему жаркому спору. Андрей, простите, я вас прервал. Вижу, что телефон раскалился, не вешайте трубку, мы обязательно примем звонки. Андрей, я вас прервал. Ну, я просто хочу закончить, что очень удобно всегда говорить о том, что это вот власть. И, кстати, наши кавказские коллеги постоянно делают это власти, это политика властей и так далее. Никто не говорит о том, что политика властей умна, это правда. Это невероятно порочная политика, которая во многом сюда и привела. Но что этому чеченскому парню власть, наверное, вложила скальпель в руку, да? Власть, наверное, дала им эту водку, которую он там пил, там, и еще что-то. Эта власть заставила убить Смиридова. Нет, власть сделала так, что отсутствие работы, дешевая водка и все остальное приводит... Кто-то не признает преступление, я не могу понять. По-моему, все однозначно понимают, что было совершено преступление данным подросткам в отношении этого... Но султан предлагает не экстраполировать случаи единичного насилия. Главный вопрос... Да, не единичный. Смотрите, Андрей, вот... Да даже если не единичного, это никак не соотносится с культурой этих народов. То есть носить с собой скальпель и резать первого попавшегося никак не соотносится с культурой. Передо мной лично, два-три раза, я лично был свидетелем, когда вы доставали огромные тесаки, бритоголовые ребята, и ковырялись у себя под ногтями, понимаете, провоцируя, понимаете, на это. У меня нет, у моих друзей нет ни травматического оружия, ни ножей. Хотя, ношение ножа и вообще оружие, была в свое время культура ношения оружия, понимаете, и не только кавказская. Она была и у русских, и у бурят, и у всех остальных народов, да, была культура. На сегодняшний день нет культуры, но осталось оружие. И любой носитель там оружия, он потенциальный преступник. А вот к европейскому, вернемся, там у русских ребят было оружие? В который именно из случаев? Вот то, что из последних я уже сейчас... Ребята, которые в Академии Маймондо учились. Я уже сейчас не помню, как вы учились. А, Маймондо, да-да-да. Этот, у русских ребят, я не знаю, кто-то у кого-то выбил нож. По-моему, у русских ребят выбили то ли пистолет, то ли нож. Нет. У кавказцев было что-то, у русских было что-то, ребят. Ну, вот как бы, я, честно, вдаваться в подробности не могу, я не знаю. Лично мне, вот в европейский, да, при том, что у меня есть официальное разрешение ношения травматического оружия, ходить страшновато, потому что, если внимательно так посмотреть на вот эти группки кавказской молодежи, агрессивные, до крайней степени, ищущие к чему бы докопаться. Это весьма неприятно, согласитесь, это есть. Есть ли российская гопота? Конечно, есть. Она просто шляется в других местах, понимаете? Нет, стоп, 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 стоп. Кавказские беспредельщики тоже являются российской гопотой. Они сами согласны? Со своими особенностями. Я это говорю, что беспредельщики и кавказские, и русские, они российские, российская гопота. А они считают себя кавказские беспредельщики российскими? Они по каким... Ни один, ни один другой беспредельщик, ни один беспредельщик не считает себя российской гопотой. Ни один. Можно один вопрос? Значит, я недавно, вот просто у меня был большой скандал, я в телевизоре, поскольку веду передачу, сделал там голосовалку, точнее, не голосовалку, в руку. Я просто посидел и целый день почитал дагестанские форумы, резать русских через слово. Это кто? То есть, понимаете, когда им выгодно, вы говорите, что российская гопота. Когда не выгодно, они себя россиянами не считают. Мы не Россия. Мы от России отделимся, русских мы перережем. И это слово через слово. Когда я об этом сказал, я просто голословно сказал. Я показал цитату. Вот этот написал это. Этот написал это, этот написал это. Я большей агрессии по отношению к себе не ловил никогда. У меня Фейсбук ломился от оскорблений. Я не спорю. Я не спорю. Такое есть. Но я вам посоветую еще зайти на националистические сайты. Абсолютно согласен. И то же самое вы увидите там. Но я говорю, что и там больное общество, и тут больное общество. И с молодежью надо работать, понимаете? Правильно. Чтобы они в золотой кружке... Чтобы они в золотой кружке не бухали и не резали друг друга по пьяни. И как сказал отец Маржанова, который тоже не является русским, да, а является татарином, да, Маржанов в данном случае. И это не принципиально, кто убийца и кто погибший. Потому что, ну, и тот, и тот гражданин Российской Федерации есть единые законы для того и для другого. Но с этого иначе я сказал, что если бы при этом чеченские фирмы не скупали там землю, не вышли бы, не было бы принципиально. Это прошло бы как череда... Подождите, стоп, 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 стоп. В этом есть что-то противозаконное в том, что люди скупают землю? Они не просто скупали землю, они скупали землю абсолютно по коррумпированной схеме. Коррупция, стоп, хорошо, коррупция, опять, проблема коррупции. Кто виноват? Кавказцы виноваты? В данном конкретном случае, в данном конкретном регионе, да, люди были виноваты. Если задаются такие правила, люди играют по этим правилам. Да, они, эти правила не соответствуют нашим моральным, этическим каким-то, да, ценностям и вообще мировосприятию, скажем так, да. Но люди играют по таким правилам. В погоне за наживой на сегодняшний день люди делают что угодно. И убивают близких. И, ну, просто я, аналогичный случай в Москве. Ждут, пока бабушка умрет, чтобы квартиру себе забрать. Есть? А еще где-то помогают. Если ждут, пока бабушка умрет, то ненаказуемо. Ненаказуемо. Если помогают бабушке умереть, наказуемо. Понимаете, и так, и так бывает. То есть я не хочу спускаться до того, что те или иные случаи отражают культуру того или иного народа. Нет. Беспредел — это беспредел. У беспредела нет национальности. Он беспредел. Понимаете? Просто одни сходят с ума по-своему, другие сходят с ума по-своему. Понимаете? Я когда мне в машину забрасывают на дороге брошюрку «Флирт», да, вот так вот просто пролистайте и посмотрите. Я же не считаю, что все русские девушки такие. Понимаете? Это вы не считаете? Я не считаю. А ребята из Дагестана, так сказать, избили этих самых раздатчиков этих брошюрок. Понимаете? Или это нормально? Правильно сделали. Вот тут я вмешаюсь. Брошюрок «Флирт»? Нет, не «Флирт», а «Музей эротики» на Тверской, так сказать. Ну какая разница? Из-за того, что это противоречит их. Мне кажется, этим должны вообще заниматься правоохранительные органы. Понимаете? Пусть занимаются, я же не против. К ответственности. Вы понимаете, сегодня... Давайте радиослушатели, секунду, послушаем, потому что очень давно... Виктор, я слушаю вас. Алло. Алло. Не дождался, видимо, Виктор. Виктор, да. Перегорел. Я тоже готов раздатчиков брошюры журналов «Флирт» просто на месте приговаривать, потому что он мешает. Поддворниками лежит вообще не пойми чего. Мы, нас так вскормили стереотипами друг от друга. Безусловно, есть проблемная молодежь кавказская. Она есть. И этот факт надо констатировать. Есть проблемная молодежь русская. Есть проблемная молодежь у любой другой этнической группы. Будь то государство образующее или нацменьшинство. Она есть. И с молодежью надо работать с любой молодежью, любой национальной принадлежности. Которая просто-напросто сошла с тех самых рельс, да, традиционализма, традиционной культуры. И которая заражена на сегодняшний день правовым нигилизмом. С этим надо работать. Никто не отрицает. Но я говорю, не вешайте всех собак на кавказцев. Согласен. Виктор вернулся. Слушаю вас, Виктор. Добрый день. Добрый день. Ну, конечно, соглашусь с Султаном, потому что нельзя вешать всех собак. И молодежь бывает разная. Потому что вот буквально недавно вспоминали декистанского парня, который спас девчонок. Это правда, об этом очень мало говорили. Лично я сам Митро успокаивал группу немножко хулиганищих молодежь, молодых парней кавказских. Ну, дело обошлось без рук. И потом я заметил, что не все из этой группы собирались реально драться. Только один самый агрессивный. И то он успокоился. Ну, с другой стороны, я снимаю шляпу перед юмором Султана, когда он сказал про автономный экономический панцентационар Дагестана. Чем-то напоминает статью украинских мастерников образца 1991 года до августа месяца. Спасибо большое, Виктор. Юрий? Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, дело даже не в ноже, а дело изначально в человеке, который носит этот. Кавказские ребята очень, будем говорить так, агрессивно настроены и горячи по отношению к русскому населению. И уже потом только появляется нож. Вы посмотрите в любой драке или в любом конфликте, как себя ведет русский и как ведет себя кавказец. Вы знаете, я долго жил... Смотря какой кавказец, несмотря какой русский. Ну, вы знаете, если настроено русское общество, в принципе, против кавказской молодежи, которая ведет себя недостойно в России, ну, значит, есть проблема. Я... И здесь еще есть, конечно, религиозный момент. Я знаю один из языков арабских, вернее, диалектов, да? И когда в разговоре чувствуется постоянно скользить такое, то есть они неверные. Что бы мы, как мы ни сделали, это будет все равно Аллахом вознаграждено сам, если мы сделаем плохо неверными. Понимаете? Вот оттуда... Спасибо, Юрий Султан. Явно рвется в бой осталось еще. Это религиозное невежество, когда говорят, они неверные, что бы мы ни сделали и так далее. Это абсолютно религиозное невежество, которое тоже присутствует. Другое дело, что кавказские ребята горячи. Да, вы извините, но мы били рожу за маму, и мы будем бить рожу за маму. Есть определенные вещи, которые не только в кавказской культуре, да? Они должны быть, должны быть. И я не навязываю свои вот сейчас какие-то культурные ценности. Я считаю, и русский, и любой другой человек, мужчина, должен защищать честь своей матери. Вы знаете, мой ближайший друг кабардинец, русский офицер, воевавший во всех горячих точках, спасавших детей в Беслане, сказал однажды мне, вы даете себя резать, вы сами виноваты. Поэтому, пока мы не начнем бить морду за маму, а вот это вот наш общий враг под названием власть. Знаете, мой приятель Рома, нему я все время написал песню с названием, которую здесь нельзя воспроизвести, в которой были слова, что народ, у которого есть пистолет, практически непобедим. Народ, у которого есть пистолет, нельзя превратить в раба. И поэтому нам надо не жаловаться, что они ходят с ножами, а не друг друга резать. И не резать, но держать оружие при себе. Я вижу, телефон опять раскалился. Андрей, вам заключительное слово, потому что мало времени осталось. Ситуация не очень хороша, ситуация накаляется. Это, по сути дела, и если мы посмотрим, отмотаем ситуацию 10 лет назад и то, что происходит сейчас, мы видим, что та же Кандапога, которая была примерно 10 лет назад, она воспринималась как нечто, что-то из ряда вон. Сейчас эти конфликты уже, они происходят настолько часто, что они наклонслаиваются друг на друга. Понимаете, сейчас только в настоящий момент можно привести три конфликта, которые либо только закончились, либо еще идут, да, межнациональных. Я с напряжением, с трагизмом вижу, что в обществе, в русском народе начинается рождаться чувство, когда давайте мы отделим Кавказ. Это трагедия, делать этого нельзя. Но, к сожалению, нынешняя политика ведет именно к этому, что это чувство будет крепнуть и крепнуть. Дай бог, чтобы мы нашли силы ее поменять. Я две секунды буквально оставлю. Я уверенно могу сказать, что и во времена Советского Союза, и позже, на переходном периоде, всегда были драки, всегда были и убийства, и между кавказцами, и русские били кавказцев, и кавказцы били русские, и вместе били якутов, и якуты собирались отвечать. И все вместе били евреи. Все дрались со всеми. Но на этой теме, что именно межнациональная тематика здесь свойственна, никогда не педалировали. Сейчас начали, и мы получаем то, что получаем. На этом до завтра мира вам.